Здравствуйте, меня зовут Садыхов Ниджат. Мы с супругой основали онлайн-школу Asans School. На наших тренингах мы помогаем людям найти, разобраться и заменить программы и убеждения, которые мешают достижению цели. Наша школа уже существует год, и за это время через наше обучение прошли уже более двух тысяч человек. Первый тренинг, который мы запустили, мы его запустили как пробный, и запустили после первого месяца обучение у акселератора. Не дожидаясь конца обучения, мы просто решили начать применять те инструменты, которые получали. И на первый тренинг, на тренинг друг души, по поиску родственной души, пришли 24 участника, и этот тренинг принесло нам сразу же 186 тысяч, по-моему, рублей уже сразу же после первого месяца обучения у акселератора. И в дальнейшем с каждым разом тренинг все круче и круче, и все больше и больше собирали аудиторию. Да никаких. Я могу сказать только одно, что были страхи. Сложностей не было. Были страхи, что не получится, что опять сил не хватит, возможностей не хватит, что забросим, что столько людей открывает школу, что мы будем одни из многих, у которых не получилось. Если убрать все эти страхи, то сложности нет. Единственная сложность заключается в том, что не хватает рук. Планов много. Планов много, желаний много, но понимаешь, что пока не получается. Нужно научиться делегировать, нужно искать и нанимать команду, команду, которая могла бы сплоченно работать. Трудности только в этом. Найти команду, которая готова работать и расти вместе с тобой. Моя супруга попала на бесплатный вебинар Юрченко и Капустина в тот момент, когда мы практически были на дне. У нас были очень большие долги. Мой бизнес уже не приносил прибыль, был убыточный. И в этот момент моя супруга попала на этот вебинар. Она просмотрела его ночью и до утра не могла уснуть, ждала, когда я проснусь. В конечном счете, не дождавшись, когда я проснусь, она растрясла меня в полшестого утра и рассказала свою идею того, что, слушай, мы этим занимаемся, но мы занимаемся этим как хобби. А давай это превратим в нашу деятельность, работу. И благодаря супруге мы решили отказаться от традиционного бизнеса, офлайн бизнеса и перешли в онлайн.